У меня своеобразный подход к ореху. Ну, может быть, я его очень люблю, я к нему поклоняюсь. И я, естественно, хочу создать для него идеальные условия. Значит, есть разные способы посадки. Садят виноград гидробурами, садят интенсивные сады гидробурами. Но, скажем, для винограда, для интенсивного сада, который, скажем, растет 12-15 лет, может быть, это и оправда. Да и может быть потехнологично. Если там 4 тысячи саженцев винограда на гектар или 2 тысячи яблони на гектар, там трудно. А тут 70 деревьев на гектар. И стоимость саженцев достаточно серьезная. И перспективы очень большие. И это, скажем, делается не на 20 лет, а на 200 лет вперед, на 100 лет вперед. Поэтому надо серьезно подготовиться. У нас почва карбонатная. В общем, орех, где он растет, он предпочитает карбонатную почву. Карбонатная почва из бета-кальция или повышенное содержание кальция. Если повышенное содержание кальция, значит, соединение фосфора, как правило, иммобилизуется. Фосфор, калий, азот. Три основные элемента питания. Вот фосфор, он кальцием связывается и переходит в недоступную форму. Если мы вносим, скажем, фосфорное удобрение, как обычно раньше, оно разбрасывалось под плантаж. Какое-то время оно пока иммобилизовалось, оно работает. После этого оно просто переходит в какой-то мертвый запас. А если у нас не хватает фосфора, значит, во-первых, это не влияет на развитие растения. Во-вторых, это очень резко сказывается на качестве вызревания побега, на содержание сахаров протоплазмы, на концентрацию протоплазмы. В дальнейшем общие сложности на перезимовку. Поэтому я рекомендую копать ямы 60 на 60. Здесь я пропорции не заблю, он соблюдал 60 на 60, 60 высота. Когда мы копаем яму, земля, которая накапывается, она не должна вернуться в яму назад. Эта земля выбрасывается вокруг и остается в виде лунки. Копка по-молдавски. Оно остается в виде лунки вокруг. Получается лунка, если взять по этим холмикам, получается лунка диаметром метр двадцать. Это квадратный метр. Оно так и остается. Если мы копаем на ровном месте, мы выбрасываем землю вокруг. А если мы копаем на склоне, мы выбрасываем землю вот так вот. Отсюда и сюда. Луна, лунообразно. Семилун. Подковой. Для чего это делается? У нас выпадает в нашей зоне среднестатистически 530 миллиметров осадка. Мы практически на квадратный метр имеем 530 литров воды. В виде дождя, снега, росы. Это большего количества. Если у вас вот эта лунка есть, вся эта вода попадет как в лейку в корни. Притом это дистиллированная вода, прекрасная активная вода. Запомните, что эти разговоры, что я полил, я поливал. Я, значит, вот таким образом каждому говорю, и один человек ко мне обращается, говорит, я поливал 11 раз, а у меня, значит, орех уже погибает. Ну, мы разобрались, воду он пристал, посмотрели, я при нем выпаривал на стекле немножко воды, соль образовалась. Значит, 11 раз полил, солнце полило. Значит, вода испарилась, соль осталась, орех не переносит засоление на корнях. И он просто-напросто убил, собственно, орех своими стараниями. Значит, лунка на дно до килограмма аммофоса. Вот тут на дно, видите, до килограмма аммофоса. Дальше. Почему килограмм аммофоса и почему кучно? Потому что, если у нас аммофос будет разбросан, он больше будет иметь контакт с почвой, и он быстрее инактивируется. Он кучно лежит, как нычка, как запас. Аммофос 20 сантиметров земли. Вот эту землю мы уже не трогаем, просто вокруг мы копаем рыбкую, хорошую землю и кидаем 20 сантиметров. Мы его закрываем, потому что прямой контакт корня с аммофосом приведет к тому, что он погиб. Орех не выносит минеральных удобрений на корнях. Потом 5-8 килограмм перегноя. Что такое перегноя? Это навоз, который вышел из коровы 8-10 лет назад. Хорошо перегнишь. Он практически уже как земля. Он сыплется коричневого цвета. Это перегноя. Почему перегноя? Обязательно хотя бы 5 килограмм. Потому что мы говорили, что корневая система ореха, она необычна. На корневой системе ореха живут грибы-симбионки. Если вы вытаскиваете яблонь, у вас корни смотрятся какие-то белые ниточки. Орех, когда вытаскиваешь такой черный-коричневый цвет, такие палки вроде бы мертвые. Каким образом он берет влагу? Каким образом он берет минеральное питание? На корнях живут грибы, штаммы грибов, которые своими гифами из почвы берут минеральные соль и влагу, передают корни, корни транспортируют вверх, делают ассимиляцию. Пластические вещества возвращаются назад в корень, кормят корень и корень гриб. Сожительство, симбиоз. Если мы поставили перегной, вы знаете, что где растут грибы на навозе, на перегной. Так этим грибам, которые, скажем, живут на корнях ореха, их осталось мало, потому что мы выкопали, его транспортировали, держали в опилке. Грибы погибали. Там остались как закваска немножко их. Если вы поставили хотя бы немножко перегноя, вы им поможете быстрее возродиться. Здесь как элемент питания перегной важен. Но главное, что это как субстрат для возрождения микрофлора. Дальше. Вы саженец ставите сюда, вот место прививки, на уровне почвы. Видите, вот здесь оно. Вот место прививки. Не выше, не ниже. Один человек, энтузиаст, здесь Романовка, недалеко, он взял у меня саженцы, посадил. И потом мне долгие месяцы заедет и посмотреть что-то с орехами. Один растет, другой не растет. Вот стоит на месте, не растет, а другой растет очень хорошо. Но я однажды ехал из Кишнева, позвонил, заехал, смотрю. Значит, садили орех. Не копали ям. Просто делали так, ям, ставили орех. И так как получилось, что корни практически вот здесь наружу, они немножко, как кошки, нагребали такую кучку. И что получается? Если дождь идет, вода не идет в корни, наоборот она по этой кучке уходит. Я говорю, ой, как ты посадил? А я разгребаю, поливаю, одна пылка идет, потом вторая пылка, потом снова загребает. Короче говоря, все сделано так, чтобы этому ореху было плохо. И деревья, которые были выглублены, когда были эти морозы, без снежа, они погибли. За этим надо следить. Люди, которым вы поручаете работу, они не, как из прошелки, они не думают о том, как вас, значит, облагодетельствовать. Они, например, злые на вас, вы богатый человек, у вас вот такие возможности, вы садите орех, а он бедняжка, ничего не имеет. Он делает так, чтобы ветка, кто работает на совесть. На это надо обращать внимание. Место прививки должно быть на уровне. Когда вы поставили саженец на такой уровень, надо смотреть. Вот саженец имеет колено. Как он после прививки дает колено. Это очень, это мелочь, но она потом работает. Если это колено, оно есть, надо ориентировать его вдоль ряда. Вдоль ряда, скажем, все они должны быть, скажем, ряды идут с севера на юг, скажем, вот они должны все колени быть так. Почему? Потому что вот это колено, оно растение его сохраняет. И через 50 лет. Вот этот маленький изгиб, он остается. И когда вы посадили в одном направлении, ваш сад будет очень красиво смотреться. А когда вы посадили их вот так, через ряд лет вы смотрите деревья так, раз, раз, как будто они танцуют даме швадз. Это нюанс, но очень важный. Потом при обработке дерево немножко уклоняется. От него надо уклоняться. А когда они посажены как положено, они растут, как солдаты в хорошем строю. Вы посадили, вы засыпали землей тоже, которые копали вокруг и засыпали ее. Корни вот до этого уровня засыпали. Потом вы берете дерево и немножко его вот так вот потрясли. Немножко. Потрясли для чего? Для того, чтобы корни расправились, чтобы почва попала ниже, как между корней. Мои саженцы имеют очень богатую корневую систему. Кто знал, кто брал, знает. Почему так? Потому что я саженцы в питомнике не поливаю. В прошлом году я 12 тысяч с половиной саженцев потерял из-за того, что я их не поливал. Они у меня гибли, я на них смотрел, значит, не поливал. Потому что если ты поливаешь саженец, он не развивает корни. Русские говорят, сытый кот мышей не ловит. Если есть питание, кошка покушала, растянулась и, значит, греется и греется. А если она голодная, она начинает шнырить, где-то мышку найти. Так и корни. Если нет здесь влаги, они развивают, во-первых, более мощную систему, а потом более разветвленную, для того, чтобы все же какую-то влагу из почвы взять. И даже если я потерял эти 12 тысяч саженцев, я не считаю, что я потерял, значит, многое. Я, значит, достаточно высокую цену саженца держу. И человек, который посадит, у меня есть черный юмор, такой я говорю обычно. Если тебе лень будет полить, хоть плюнь в яму, он приживется. Хоть минимум влаги дай. Значит, ну, надо, значит, на что-то полива мы будем сейчас говорить. Вы потрясли корни, расправились. Дальше. После этого вы входите в яму и вашим весом, желательно побольше, хорошо, втаптываете, чтобы почва села. Когда вы втаптываете, оно немножко прививка чуть сместится, там, скажем, вместе с грунтом, ну, не знаю, 3 метра 3 уйдет вниз. Это не страшно. После этого вы ставите навоз. Навоз свежий, из-под коровы, из овцы, из свинарника, крольчатника. Даже овечий навоз идет, но чтобы там было процентов 80 соломы. Потому что этот навоз идет не для питания. Это навоз для того, чтобы держал солому от выдувания. Здесь, я говорил, что не называю фамилии, здесь есть два Владимира, которые взяли у меня по 700 саженцев. И посадили один, оба были на тренингах дважды. Значит, и один посадил так, а другой немножко навоз поставил, и сюда поднец побольше. Ну, и потом взволит. Мне эти такие зеленые, ярко-зеленые, желтые растут, значит, болеют. Ну, потрогайте мне, направили в лишнюю навоза, наверное, где-то направили. Да, навоза поставили здесь и здесь поставили навоза. Значит, короче говоря, значит, не всегда то, что я пытаюсь вам объяснить, не всегда до человека доходит напрямую. Поэтому я говорю так, если ты денежный мешок, если у тебя есть деньги, приходи ко мне, значит, с исполнителем. Кто, кто будет у тебя непосредственно заниматься посадкой. Управляющий, который будет у тебя на участке. Потому что не каждый из вас, вы бизнесменный. Вы сделали деньги в какой-то сфере. И вы эти деньги будете продолжать делать. Вам некогда заниматься технологией. Возьмите бывшего агронома, бывшего бригадира, эти биологи. Я его быстренько зазомбирую, значит, потому что мы друг друга легко понимаем. Объясню ему. Он знает растения. Я смогу объяснить ему, что сделать. И вы будете застрахованы от неприятностей. Значит, навоз ставится сверху. У этого навоза должно быть 25-30 сантиметров. Он вот практически эту лунку заполняет. Вот эта лунка громадная, метр двадцать. И туда, значит, я вот могу вам показать, как это делается. Там прицеп идет из прицепа. Человек вилами кидает вправо и влево, скажем, наполняет эту лунку. И один ее поправляет. Вот эти 20 сантиметров соломистого навоза, их роль. Значит, если зима была одиннадцатого года, двенадцатого, когда не было до начала февреля ни грамма, ни одной снежинки не было. И когда земля трескалась. И когда корневая здесь система вся практически на поверхности. Значит, она прицепляет от вымерзания. А когда 76 градусов на поверхности почвы. И почва прогревается, корни варятся, свекла сварилась, зимела. Таким же образом варятся и корни ореха. Когда у вас такая подушка 20 сантиметров рыхлого навоза. Вот тут ставишь термометр в 63 градуса. Опускаешь термометр на 15 сантиметров в 23 градуса. 40 градусов разница. Вот роль этой подушки. Дальше. Когда идет любой дождик. Маленький, большой. Через этот навоз, как сквозь сито, вода проходит. Вода проходит без проблем. Идет сюда датчик корня. Она сюда идет, назад не идет. Потому что навоз играет роль мульчи. Он прикрывает это испарение. Это ясно каждому, да? Так вот, дальше. Вот здесь, на контакте с почвой, есть очень мощная микрофлора. Влага. И навоз перегнивает. Навоз перегнивает. Органика переходит в минеральную фазу. Фазу растворимую, доступную для растения. То есть пошел, сколько перегнило, вымыло. Порция пошла. Еще через месяц дождик, еще там что-то перегнило. И таким образом, вот я вас поведу в сады, покажу эти лунки, которые с перегнивающим навозом. Растение получает дозирование питания. И практически, значит, оно где-то в течение 5-6 лет отсюда понемножку кормится. Но это не самое главное. Мы говорили в начале о том, что орех, он выживает, потому что имеет могучую крону. А этот орех, который, как вот эта указка, он имеет могучую крону. Он чувствует необходимость в защите, но у него нет этой крона. И почва перегревается, и орехи угнетаются, и даже гибнут. Я вам покажу, вот здесь у меня есть, потом покажу, значит, есть Ростислав Гуль с Украины. Он прислал мне, значит, и из сорок, из сорок Виталий. Он взял, там были у него прибитые, французские сорта прибитые, значит, на месте. Потом они, часть погибли, значит, и он взял для ремонта. Он прислал мне, часть растений погибли, далее это рост, потом погибли. Сделай фотографии, я вам покажу эти фотографии сейчас. Значит, как в моем саду, в первые годы они развелись не сильно. Где-то вот такой прирост, незначительный. У меня все здоровые, а у него большинство погибло. Он рукой так ломает, а не погибли. У меня в лунках вот этот вот компонент, а у него никаких лунок нет вообще. Значит, растение стартовало, пошло расти, потом, значит, солнце пригрело, корни сварились, растение погибли. Мелочь, элементарно. Но это очень часто встречается. Поэтому я вот сегодня, кстати, я сегодня приглашал не людей, которые должны были бы купить саженцы в дальнейшем. Мы приглашали людей, которые уже купили саженцы и посадили сады 3-4-2 года в этом году будут покупать. Моя цель, чтобы ваши сады развивались нормально, чтобы вы такие ошибки не делали элементарно. Я хочу, чтобы у вас получилось все хорошо. Я трачу время. Каждую неделю мы в субботу делаем тренинг. Это занимает у меня достаточно времени. И я показываю, подробно объясняю. Иногда у меня уже род за... Гура с услугами налить, пожалуйста, в речи. Но я хочу, чтобы человек это понял. Я вот вам сейчас говорю, что это элементарно. Но это надо делать. Потому что успех или неуспех, он не создается так одним махом. Что-то сделал, и уже ты озолотился. Что-то сделал, и ты уже обанкротился. Значит, в жизни получается по-другому. Когда ты делаешь что-то... Когда ты делаешь хоть мелочь какую-то, но вектор, направление ваших действий в нужную сторону, хотя бы на миллиметр, это прогресс. А когда ты что-то совершил, и тебя отбросило назад, даже очень сильно отбросил, это регресс. Поэтому все вот эти моменты... Аммофос на месте. Именно аммофос. Почему аммофос? И он, если это нитрофоска, я нитрофоска, там еще что-то нашел он такое. Почему именно аммофос? У нас недостаток фосфора. У нас хватает калия в нашей почве. У нас азота более-менее. И фосфора не хватает. Если мы ставим аммофоску, да еще там 16-16-16 азотфосфоркалий, и еще 8 или 10% серых, то мы сами себе угробили этот арей. Трудно найти аммофос. Дорого он стоит, 12 тысяч тонн. Ну, надо найти. Вам надо на тысячу деревьев одну тонну. Ну, надо найти. Не найдете вы, придете, я вам дам. Я нашел. Теперь смотрим дальше. Значит, вот тут вот обязательно забивается кол. Но кол забивается пера полив в виде HBO 50-80 литров воды. Значит, в Дроке один хороший человек посадил 12 гектаров сада. Я, значит, был у него в саду где-то при проездом. Он меня пригласил. Говорит, вот, значит, очень хорошо растет половина деревьев, а вторая половина почему-то слабо растет. Говорю, как ты садил? Вот мы садили, как вы говорили. А потом пошли дожди, и я уже не поливал. Потому что были очень сильные дожди. Значит, что такое очень сильный дождь? 20-30 миллиметров. Он даже не промочит почву на 20 сантиметров. А здесь корневая система, разрешленная почва. Немедленно это было перед Пасхой. Немедленно людей делают лунки, трактор поливать. И он спас сад. Что происходит? Почва у нас, как правило, в период посадки осенью пересохшая. Обезвоженная. Если вы взяли, налили сюда одно ведро воды. Эта вода, вот так как промокашка субботива. Почва оттянула ее в сторону. И корень сухий. Значит, я поливаю 50-80 литров. 100 литров воды на одну яму. Лунка большая. Мечтает сверху навоз, поливающий. С навоза кое-что промывается. Немножко даже осадку дает это дерево. Значит, это количество воды обеспечивает полную, вот такую, значит, зону смачивания. Вода проходит и смачивает эту зону полностью. Вот так, даже больше. Смачивает. И в таком случае, значит, уже растение на через неделю не останется обезвоженное. Теперь насчет полива. Значит, я крестился перед вами на поле, еще раз повторяю. Я поливаю один раз. Один раз всего на все. Потому что у нас в Молдавии нет поливной воды. То, что я беру из колодца, то, что у меня ПРУ есть, там ручеек, то, что у меня есть озеро, это полная ЧПП. Ваши воды, наши воды, у нас только вода есть в пруту, пригодное для нарушения. И в Днестре выше, на Днестрянске. Минерализация менее грамм. Если у вас минерализация, как правило, в пределах 2,5 грамм, вы даже не чувствуете, значит, на вкус, что вода соленая. Но, если вы полили, скажем, дали 10 поливов, там, литров по 20, 200 литров, и там 2 грамма. Сколько соли вы внесли? Полкилограмма соль. Вы сунули полкилограмма соль на этот несчастный корень. Что ему остается? Он погибнет. Поэтому, мало осадков. Надо лунг побольше. А на склоне семилун пойдет поток сверху. Луна его поймает, и корни туда. Навоз предохранит от испарения. Значит, таким образом вы влагу от Бога сохраните. А один полив надо дать. Даже при большой минерализации он не повредит растению. Не повредит растению. Значит, вы полили, навоз лежит, после этого вы забиваете кол. Кол из акации хороший, надокол. Значит, растение, ореха, имеет микроризное питание. Если ветер его трепет, например, кто садил виноградники, знает, то есть, пока поставил шпалеру, вот так вот яма, такая дырка, образуется в почве. Там ухваты. И вот ветер мотает во время дождя виноград, пока он не привязан. Так это гонка такая образуется. Орех такого не переносит. Микрориза, которая начинает восстанавливаться, она не переносит тряски. И просто очень плохо ваш орех пойдет. Поэтому надо тычку забить и привязывать восьмеркой. Теперь еще один нюанс. Тычку надо ставить с северной стороны, со стороны господствующего ветра. Пока у вас растение, орех голый, без листьев, все нормально. Когда листья образовались, повышается парусность, повышается его, значит, восприм через ветру. И когда у вас, скажем, тычка здесь, орех здесь, в течение минуты 5-6 порывов ветра есть, ветер дует. Орех стукаться в минуту 5 раз. Сейчас 300 раз. За сутки 8 тысяч раз. За месяц. И у вас орехи есть побитые, даже будут повребиться. И мы это видели, видели побитые орехи у Антона Шотца там, да? Перед Террешом. Да, да, да. Мы там видели. Значит, они побитые даже травмировали, не пытаясь кем-то возрастить. Это мелочь. Но надо ставить с северной стороны. Со стороны господствующего ветра. Это не совсем удобно, вроде бы так удобнее. Но если хотите, чтобы была польза именно так. Так, здесь все подробно сказано. Есть вопросы по этому? Вместо соломы и навоза, если опилка? Значит, в эти вопросы часто солома и навоз. При перегнивании соломы и навоза получается тот комплекс, благоприятный с микроэлементами, которые нужны растениями. При перегнивании опилок образуются кислоты, которые ореху совсем не нужны. Почему орех на кислых почвах не идет? Потому что на кислых почвах алюминий подвижен. И, значит, происходит алюминиевая токсикация. Черные пятна на листьях, на побегах. Значит, перегнивающие опилки никакого элемента питания, кроме отравы, не несут для ореха. Соломы везде хватает. Когда мне говорят, что нет перегноя, беру за руку, с одним поспорил на ящик коляка. Значит, был один человек, говорит, у нас нет, у нас фермы разрушились. Вот пошли в нижний аренит, навоз, навозохранилище сельское. Там часы, калоши, значит, стекло. Я ставлю человека, даю ему хорошую оплату. И он за день отсевает прицеп из-за этих калоши в сторону, металлом в сторону. И перегной прекрасно отсевается. Фермы разрушены, бывшие колхозные фермы. Там ничего не осталось, все растаскано. А навозохранилище стоят забитые навозом, которым 15-20 лет, и используют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...